Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне и сегодня я оформляю торт кремом Cheese. Также в оформлении я буду использовать всевозможные сладости и, конечно же, будет пряничный топпер. Такое оформление сейчас очень популярно, в особенности дети хотят выйти на тортики своих любимых героев и прекрасной заменой мастичным фигуркам являются пряничные топперы. А всевозможные сладости, которые вы можете применить в оформлении торта, являются прекрасным дополнением к сладкому столу. Итак, начнем оформление торта. И прежде чем приступить к оформлению торта, я выровняю торт ганашем. Выравниваю я все торты, неважно, какое у меня будет оформление, кремовое или мастичное. Я уже говорила, для чего я это делаю, для транспортировки, чтобы торт сохранил свою форму, на какое бы расстояние его не везли. Начинка у меня Рафаэла с предыдущего видео, ганаш у меня на темной шоколадной глазури, то есть шоколадная глазурь и сливочное масло. Если вы не будете использовать ганаш, а сразу захотите выровнять торт кремом Чиз, то сначала делается тонкий слой крема. Он как бы закупоривает начинку и убирает все крошки. Затем примерно где-то на час ставим в холодильник для того, чтобы этот тонкий слой подостыл. И затем уже можно будет наносить толстый слой крема. Почему мне нравится сначала выровнять ганашем торт, а потом уже покрывать его кремом? Ганаш быстрее застывает, чем любой крем. То есть на застывание у меня уйдет примерно 15 минут в холодильнике. Затем я уже могу приступить к оформлению кремом. Выравнивать кремом тонким слоем, либо толстым слоем. Я уже буду знать, что у меня бока не деформируются. И поверхность после ганаша будет идеально ровная. То есть я ее выровняю так, чтобы было все ровненько со всех сторон. Все, отправляем минут на 15 в холодильник. Ганаш застынет и можно будет уже приступить к оформлению крема. На такую поверхность можно наносить любой крем. Хотя я и не работаю с белковым кремом, но девочки писали, что белковый крем тоже отлично подходит под эту поверхность. Для оформления я также буду использовать пряничный топпер. С вафельной картинкой. Это я распечатала знак компьютерной игры. Я не очень разбиралась в компьютерных играх. Просто нашла значок. Распечатывала сначала на обычной бумаге. Здесь у меня уже на вафельной бумаге распечатано. Это Эльза для другого торта. И чтобы не испачкать и не повредить вафельную картинку, прикладывать к тесту я буду на обычной бумаге, которая распечатала картинку. Раскатываем. Пряничное тесто у меня холодное. Рецепты, как я его делаю, процесс приготовления вот этого пряничного теста, есть уже на моем канале. Также есть, как я делаю топперы Маша и Миша. Я там делала. Так, тесто раскатываем примерно где-то на 4 мм. И с небольшим запасом, ну, примерно где-то 2 мм, вырезаем форму. Пряничное тесто всегда у меня есть либо в холодильнике, либо в морозилке. Так как я довольно часто использую пряничные элементы, в оформлении торта сейчас очень это актуально. К такому оформлению можно подготовиться заранее. Все это заранее сделать. И уже потом вам останется только сделать крем, выровнять торт и быстренько украсить. Из остатков теста сделаю звезды, тоже пригодятся в оформлении. Для девочки я обычно еще сердечки или цветочки делаю. Вот такие маленькие звездочки еще буду применять в оформлении. Все, отправляем в духовку. Духовка у меня разогрета до 175-180 градусов. Это будет еще зависеть от вашей духовки. И примерно выпекаются от 8 до 12 минут. Тоже зависит от вашей духовки. Я выпекаю на обычном режиме для выпечки, вверх-вниз. В моей духовке они выпекаются 10 минут. Возможно, кому-то потребуется и 12. В второй духовке у меня выпекались они 8 минут. Пряники готовы. Они полностью уже остыли. У меня в вертикальном положении будет только один большой пряник. Поэтому в него я сразу вставляю шпажку. Вращающими движениями. То есть как бы вкручиваем. А звездочки я просто так буду использовать в оформлении. Глазурь белковую я уже приготовила. Это у меня будет для заливки. Она более жидкая. Здесь чуть больше сахарной пудры. Она идет для окантовки. Окрашивать я буду в такой оранжево-коричневый цвет. У меня краситель называется цвет терракотовый. Добавила еще капельку желтого красителя. Сначала буду делать окантовку. Затем уже заливать. В мешке делаем маленькое отверстие. Вот такая вот окантовочка будет. И примерно где-то держим от пряника. Ну, сантиметр, может полтора. Чтобы глазурь как бы тянулась за вами. Так край будет более ровным. Так, теперь заливаем. Это глазурь уже для заливки. И дырочку в пакете, то есть в мешке кондитерском, я сделала побольше. И пока она не начала застывать, мы распределяем. Я начинаю обычно с краю, круговыми движениями. Для крема Чиз мне потребуется мягкое сливочное масло. У меня 82%. Лучше брать именно этой жирности, 82,5%. И смотрите, чтобы со встав входили только сливки. Больше ничего там не было. Сахарная пудра и сливочный сыр. Подойдет абсолютно любой сливочный сыр. У меня здесь два вида. Это Виолетта и Хохланд. Можно использовать маскарпоне, только маскарпоне имеет большую жирность. И не следует его потом с маслом сильно долго перемешивать, иначе крем может отслоиться. Начинаем взбивать сначала масло. Постепенно добавляю туда сахарную пудру. До пышного состояния надо взбить. Все, взбили масло. И теперь в два этапа я введу сливочный сыр. И буду лишь перемешивать миксером, а не взбивать. Поэтому выше средней скорость делать не нужно. Все, крем готов. Можно теперь его окрашивать и оформлять торт. Мне нужен будет цвет хаки, поэтому я буду использовать зеленый и коричневый краситель. Все, даже вот такие разводы остаются от красителя. Так даже будет лучше, мне кажется. Не буду полностью вымешивать краску. Все, доставим торт с холодильника и начинаем выравнивать. Начинать я буду с верхней поверхности, затем уже боковину. Теперь с помощью скребка мы выравниваем поверхность. Ставим просто на подложку его и крутим поворотный столик. И сразу можно увидеть, где у нас такие вот дыры образовались. Добавляем туда крем. И еще раз проходимся скребком. Теперь выравниваем верхнюю поверхность. От края к середине торта мы собираем излишки. Часть крема я окрасила в оранжевый цвет. И теперь хочу сделать по низу торта такие мазки. Вот таким вот образом прохожусь по кругу, по низу всего торта. Вафельную картинку необходимо приклеить к тонкой мастичной основе. Приклеивать я буду с помощью водки. Водка оставляет лишь липкий слой на мастике и очень быстро испаряется. Все приклеиваем. Хорошо еще проходимся. Можно это сделать утюжком для мастики или вот так вот скалочкой. Все вырезаем по контуру. Вот такая картинка для пряника получилась. Приклеивать к глазури, то есть к поверхности уже пряника, я буду с помощью декор-геля. Декор-гелем прохожусь по всей поверхности мастики. Этой мастичной основы. Не забывайте про края, чтобы они тоже приклеились. Края пряника я немного оттенила сухими красителями. Цвет баклажан, золотом еще. Ну, чтобы как бы такая грязная была поверхность. Все, для оформления торта все подготовлено. Я тут вот нарезала сладости всяких. Еще поп-корн у меня будет, виноград. Можно приступать к оформлению. Ставим пряничный топпер и от него уже будем отходить в оформлении. Абсолютно произвольно занимаемся наваливанием, художественным наваливанием сладостей. Оформление почти готово. Еще вот я хочу кундурином немного пройтись по выпуклым вот этим шоколадным местам. Вот такой безмастичный торт с военно-игровой тематикой получился для нашего племянника. Я надеюсь, это видео было для вас хоть чем-нибудь полезным. А я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго! Субтитры сделал DimaTorzok